В эфире программа «То, что доктор прописал». Меня зовут Наталья Башаримова. Здравствуйте! Сегодня в программе мы решили полезным, нужным поговорить о донорстве, потому что иногда мы не задумываемся над тем, кому нужна донорская кровь. И я вас знакомлю с гостем программы Виктория Михайловна Ярохович, заведующей отделением хранения и распределения продуктов крови Могилевской областной станции переливания крови. Здравствуйте! Здравствуйте, Виктория Михайловна! Сегодня будем говорить о таком очень полезном, очень нужном, очень вообще важном аспекте, как о донорстве, сдаче крови, потому что действительно мы не задумываемся, что тысячи людей иногда нуждаются в крови. Ну и в начале программы было бы очень интересно услышать вообще о крови, о ее функции, о ее составе, потому что, ну что говорить, мы за кадром немножко побеседовали, да, это действительно очень интересно и очень нужно знать нашим телезрителям. Ну, сама система, понятие «система в крови» включает в себе периферическую кровь, которую, как у нас всех принято называть, именно кровь. Потом органы кроветворения, это костный мозг, лимфатические узлы, органы кроверазрушения, селезенка, печень, это и нейрогоморальную регуляцию. Вообще система крови представляет собой одну из важнейших систем жизнеобеспечения организма и выполняет она ряд важнейших функций. Прежде всего, это дыхательное, это перенос от кислорода, да, от легких ко всем тканям и назад от тканей перенос углекислого газа к легким. Также питательная функция, она разносит от пищеварительного тракта во все органы и ткани питательные вещества, микроэлементы, необходимые белки, соли. Также выделительная функция, то есть она удаляет из организма все продукты распада, которые не нужны организму. Также участвуют в системе терморегуляции, то есть поддержания температуры тела. Также участвуют в поддержании необходимых таких вот особенностей крови, как PH, наше кислотно-основное равновесие, онкотическое давление. Также она участвует в поддержании иммунитета нашего. И сама как бы периферическая кровь, то есть понятие, что мы будем говорить, кровь, да, кровь, она состоит из плазмы, то есть это жидкая часть, и взвешенных в ней клеточек, форменных элементов крови, да. Их всего как бы не так уже и много. Это эритроциты, наши красные клеточки, которые непосредственно выполняют функцию дыхания. Потом лейкоциты, белые наши клеточки, которые отвечают больше всего за иммунитет. И тромбоциты, это такие кровяные пластиночки, которые участвуют в свертывании крови. Они имеют огромное значение для свертывания. И также они питают все наши сосудики именно кровеносной системы. Клеточки все разные. Очень разные. Я вот хотела бы по клеточкам, Виктория Михайловна, чуть-чуть. Иногда вот говорят, что ранка, да, и если быстро заживает ранка, значит, хорошие лейкоциты, да. Но я буду говорить вот от телезрителей, да. То есть вот именно вот эта клеточка хорошо работает крови. Вообще настолько важная, настолько важная. Это сказать, что все клеточки у нас образуются в костном мозге в основном, так. И родоначальником всех клеточек является именно стволовая клетка. И постоянно у нас в организме происходит самообновление этих клеточек. Потому что есть информация, что каждые 2 секунды гибнут клетки крови. Это правильная информация или нет? Информация правильная. Одни клеточки гибнут, а другие взамен выходят в кровеносное русло. Именно из органов кроветворения. В норме этот процесс происходит постоянно. И в кровеносное русло уже выходят здоровые клеточки. Эритроцит, например, живет он дольше всех у нас. Где-то 120 дней. То есть это 3 месяца, да. Лейкоцит, это короткоживущая клеточка, живет в среднем 2-5 дней. И тромбоцит, тоже короткоживущая клеточка, живет только до 7 суток. От 2 до 7. И вот постепенно эти клеточки, ну конечно не все сразу, а по очереди, они отмирают и новые выходят в кровь. Идет постоянный процесс обновления в костном мозге. А где это все происходит? Вот костный мозг, где это? Костный мозг у нас находится в костях. Это грудина, тазовые кости. В общем, во всех, почему задаю этот вопрос и уточняю, потому что очень многие костный мозг принимают за спиной мозг. То есть вот костный мозг только... Нет, это совершенно разные вещи. Да, где кровь, как сказать, обновляется, да, рождается. Вот эти клеточки обновляются каждые 2 дня, каждые 7 дней, каждые 120 дней. Этот процесс идет постоянно и непрерывно. И то есть организм сам замещает. Все клеточки же сразу не погибают. То есть они постепенно, постепенно уходят одни, тут же им взамен приходят другие. И в норме этот процесс, значит, ну проходит постоянно. И вот общий анализ крови, в частности, который все сдают, да, может показать уровень и количество этих всех клеточек, эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, также уровень гемоглобина и лейкоцитарную формулу. Потому что клетки лейкоциты, они тоже бывают разные. Лимфоциты, моноциты, нитрофильные, сегментоядерные, палочка ядерная. Ой, там все, там очень все. Да, различные. И в норме, значит, анализ будет у здорового человека. Да, вот общий анализ крови всегда нам нужно сдавать, даже при простуде, да, чтобы все вот это прочитал доктор. Даже не только при простуде, всегда, хотя бы раз в год, да, для диспансерного наблюдения обязательно нужно. Потому что иногда анализы уже могут показать какие-то отклонения, а человек еще будет себя абсолютно прекрасно чувствовать, да. Мы немножечко в сторону идем, но это тоже очень важный момент по поводу, если раз в год сдавать кровь, там действительно очень много доктора может прочитать проблем, о которых человек даже не предполагает. Поэтому тут важно даже не в связи с донорством, да, говорить. Да, даже не в связи с донорством, а просто ради своего здоровья, да, ради, надо сдавать обязательно один раз, хотя бы один раз в год, общий анализ крови. Виктория Михайловна, если немножечко остановиться группа крови и резус-фактор, вот именно резус-фактор, как это соотносится? Очень многие, почему? Мы же подходим к донору, да, мы же подходим, вообще будем говорить о донорстве. Очень многие просто говорят, у меня настолько нередкая группа крови, что мне даже туда и идти не нужно, становиться донором. А другие говорят наоборот, у меня очень редкая группа крови, и меня тоже, как бы у меня кровь не возьмут. Вот группа крови и донорство. Ну, на самом деле, нужны все группы крови. У нас, конечно, более распространено группы крови, это по системе АБ-0. Это четыре группы крови, первая, вторая, третья, четвёртая. Система группы крови – это результат наследования генов у человека от родителей, от мамы и папы. Резус-фактор – это ещё одна система, то есть есть резус положительный и резус отрицательный. Они, например, как есть в первой группе люди, резус положительный, так, например, и первая отрицательная. То есть, в общем-то, для всех известно и более на слуху, например, первая положительная, первая отрицательная. А вторая положительная, вторая отрицательная. Ну, вторая положительная, то есть в каждой группе есть как положительная, так и отрицательная. И доноры нужны абсолютно всех групп. То есть это заблуждение, что у меня редкая кровь или, наоборот, очень популярная? Есть группы, которые более распространенные. У нас, например, в Белоруссии более распространенная где-то вторая все-таки группа. Она почти одинакова с первой. Ну, где-то порядка по 37, если там процентов общей популяции вторая группа, и там 36, может быть, процентов, это первая группа. Потом идет процентов 20, это люди с третьей группой, и самое, конечно же, редкое, это четвертая группа крови. Ну, соответственно, вообще в целом резус положительных людей где-то порядка 85%. То есть отрицательные редкие. Да, отрицательные это редкие. А если отрицательный четвертый, то он вообще редчайший экземпляр. Четвертая группа для службы крови вообще сложная по своим особенностям, которые уже не для всех, так сказать. Поэтому, конечно, срезу с отрицательными. Таких людей мало, и доноров таких мы хотим видеть еще больше. Вот, видите, первый миф, который гуляет в интернете, мы уже с вами развеяли. То есть не нужно говорить, что у тебя редкое, и тебя не возьмут, или у тебя очень... Возьмем всех, да. Возьмем всех, да. Ну, в общем-то, Виктория Михайловна, вот донор, кто он? Я почему сейчас буду спрашивать. Возраст? Это 35 лет, это 50, это 18. Мужчины с женщиной. То есть вот есть ли вот в этом градация? Пока не по здоровью, пока мы не подходим вот к анализу крови и полному обследованию. А вот статистика? Ну, вообще, согласно закону о донорстве, человек от 18 до 60 лет может быть донором. Ну, по нашей статистике в среднем, где-то это примерно половина женщин и половина мужчин. То есть вы не отсеиваете? Нет, мы не отсеиваем. Это люди совершенно разного возраста, совершенно разных профессий, религиозных убеждений, социального уровня. То есть абсолютно, да. Главное, чтобы было желание помочь другим людям дать кровь. Виктория Михайловна, мы обязательно продолжим нашу интересную беседу. Сейчас посмотрим сюжет, снятый по нашей теме, ну, а потом продолжим беседу. Смотрим. Кровь разных групп и разных резусов нужна постоянно. В ней нуждаются и люди, попавшие в дорожно-транспортное происшествие, и женщины, потерявшие кровь во время родов, и обменное переливание новорожденным. Больные онкологии очень нуждаются в переливании крови. Такой простой призыв медиков всем небезразличным сдать кровь и помочь людям не остается без внимания. В среднем 40-50 человек в день сдают кровь в областной станции переливания. И врачи это ценят. Я вообще уже почетный донор плазмы крови. И сдаю даже уже после почетного донора. Сдаю потому, что, во-первых, сама себя хорошо чувствую, а, во-вторых, хочу помочь тоже людям, которым нужна кровь, плазма. А когда кровь сдают коллективом, на приеме у одного терапевта может побывать около 80 доноров. И хотя для многих до сих пор актуальное финансовое вознаграждение за сдачу крови, некоторые ее сдают на безвозмездной основе. В Могилевской городской больнице скорой медицинской помощи каждый год переливают около тысячи литров крови тяжелобальным людям. Могилевчанин Станислав Иванович был донором около 30 раз. И так случилось, что теперь чужая кровь спасла ему жизнь. С друзьями очень часто безвозмездно сдавали кровь. И вот видите, как проходится, даже и самому пользуются этим делом. Кому-то моя кровь помогла, я-то мне помогла. Срок хранения крови ограничен и очень важно, чтобы она постоянно была в наличии. Самые активные доноры – медицинские работники, работники силовых структур, а также студенты, говорят на областной станции переливания крови. На безвозмездное донорство – большие надежды. Вот мы вместе, да, посмотрели сюжет. Мы обязательно вернемся к безвозмездному донорству, да, поговорим, кому нужна кровь. Но я хочу просто, чтобы мы закончили тот именно вопрос, да, который перед сюжетом прозвучал. Мужчины и женщины. Почему я акцентирую на женщинах? Потому что, опять же, есть информация, что женщины с отрицательным резусом крови, рожавшие, могут абсолютно спокойно помочь девочкам, которые собираются рожать, с отрицательным резусом. Вот такая информация. Да, иногда у женщин, которые имеют резус-отрицательную принадлежность в процессе беременности, когда плод резус положительно вырабатываются, антитела. И в дальнейшем мы бы хотели видеть таких женщин в качестве доноров, потому что они представляют собой ценными донорами являются, потому что от заготовленная от таких доноров кровь, она пойдет на производство лекарства, иммуноглобулина, который будет введен женщинам во время беременности перед родами, чтобы в дальнейшем у них не выработались антитела, и чтобы удачно закончилась беременность и роды. Но опять же, это не каждая женщина, то есть пойдет все равно проверка, да, вот как каждого донора идет проверка, анализ крови. Виктория Михайловна, кстати, давайте мы поговорим, вот как выбирают потенциального донора, ведь это же не только общий анализ крови, тут же, наверное, другой немножечко подходит. Не только анализ крови, к нам доноры приходят с документом, удостоверяющим личность, то есть это паспорт для военно обязанных, это военный билет и выписочка из медицинской карты амбулаторного больного, где указаны его все перенесенные заболевания, результаты флюорографии один раз в год, для женщин осмотр гинеколога один раз в шесть месяцев, да, и отметка кабинета инфекционных заболеваний, что он не был ни с кем в контакте. И, значит, с этими документами донор приходит в регистратуру и его там проверяют по единой базе доноров, которая у нас имеется там в списке доноров, которым нельзя и никогда будет нельзя сдавать кровь. Это данные из центров гигиены и эпидемиологии, из наркодиспансера, кожевендиспансера и тубдиспансера. Да, и только после предварительной проверки, что донор не имеет данных заболеваний, он допускается к дальнейшей, значит, процедуре. Это хронические серьезные заболевания, да? Да, это хронические серьезные заболевания. К тому же по нашим нормативным документам существует целый перечень заболеваний и состояний, при которых сдача крови противопоказана постоянно и временно. Ну, к постоянным, да, противопоказаниям, конечно же, относятся заболевания гепатитами, которые могут передаться через кровь, заболевания ВИЧ-инфекции, тот же туберкулез, такие же хронические заболевания, как ишемическая болезнь сердца. Тоже противопоказано, да. Артериальная гипертензия третьей степени уже тоже является, хотя в древности лечили кровопусканием, да, повышенное давление. Сахарный диабет, бронхиальная астма. Ну, противопоказания. То есть перечень достаточно обширный. Ну, а также имеются временные противопоказания. Например, когда человек сделал операцию, ему 6 месяцев тоже нельзя сдавать кровь. Или даже сделал эндоскопическое обследование желудка. Тоже, да, по сегодняшним нормативным документам он не может. Ну, и чихает, конечно. Ну, конечно, если он чихает, тут уже, да, это донорная простуда. Ну, конечно, да, если даже он собрался идти сдавать, но вдруг он почувствовал себя утром плохо, мы всем говорим донорам, не идите. Да, лучше перенести. Да, нужно перенести обязательно. Нельзя приходить, если чувствуешь какое-то недомогание. Ну, опять же, постоянные доноры и те, которые один раз придут сдать кровь, да, то есть постоянные, но у вас, наверное, с ними связь большая, да. То есть вы их всех знаете и, наверное, предпочтение отдаете все-таки таким людям. Ну, предпочтение, конечно. И вот здесь я, наверное, не права, некорректно. Наверное, предпочтений нет, если человек хочет сдать кровь. Ну, вообще, да, если человек хочет кровь, он может сдать ее один раз в год, один раз в два раза в год. Это желание. Ну, конечно же, предпочтительно иметь постоянных доноров, потому что, опять, мы, прежде всего, беспокоимся за безопасность донорской крови. Постоянный донор считается более безопасным, потому что он лучше осведомлен о... Он уже знает все тонкости. Да, о том образе жизни, который он должен вести. Курение исключается, алкоголь исключается. Алкоголь нужно исключить за трое суток, даже включая слабоалкогольные напитки. Курение исключить, да, с утра, до донации нельзя курить. А я бы вот в программе сказала, нельзя курить даже там за две недели. Пусть вот если решили сдать кровь... Желательно, пусть никто не курит. Ну да, желательно еще тут. Давайте мы поговорим на такой момент осветим. Кому нужна донорская кровь? Почему спрашиваю? Потому что в нашем представлении это, ну, только такие, ну, трагические, скажем, да, случаи в жизни аварии какие-то. Но ведь кровь нужна, она ежедневно нужна. Она нужна ежедневно, она нужна постоянно, потому что случаются кровотечения, самые различные. Конечно же, это у беременных. То есть во время родов случается, да, и во время беременности случается. И даже случается, вот когда, опять же, этот резус-конфликт, и он развивается, когда у новорожденного ребеночка гемолитическая болезнь новорожденных, ему нужно полностью заменить его кровь на донорскую. Такую тоже периодически случается. Также иногда вроде бы здоровый человек узнает о том, что у него язвенная болезнь, да, 12-перстной кишки, только когда попадает с кровотечением в больницу. Также, да, сейчас проходит очень много операций, высокотехнологичных, на сердце, по замене суставов. Это все требуется большого количества крови. Плюс, конечно же, огромные у нас потребители, хотя нельзя так сказать потребители, это онкогематологические больные. И, конечно же, среди них есть детки, что очень печально, да, которым тоже постоянно нужны компоненты и препараты крови. Раньше такие больные жили буквально несколько месяцев, а сейчас, благодаря именно компонентам крови, они могут переносить все это тяжелое лечение, да, и длительно выходить на ремиссии. А есть ли такой момент сегодня, да, есть социальные вот эти ролики, да, деткам помочь. И вот сейчас, благодаря вот вашей информации, очень многие узнали, да, кому нужна кровь, это просто очень нужная информация. А есть ли адресная сдача крови, то есть человек решил помочь ребенку и прийти... Да, пожалуйста, то есть если он кому-то, да, или в частности, там, родственникам хотят сдать именно, да, то они могут взять направление у лечащего врача, он выпишет, то есть взять выписку из амбулаторной карты в поликлинике и с документами прийти к нам на станцию переливания крови. Здесь пройдет вся процедура выписки, все его заболевания, то, что вы сейчас рассказали, все анализы сдают, его желания, и происходит забор крови. Вот сейчас вот как раз-таки я бы хотела, опять же, без высокопарных слов, без пафоса, без лишних каких-то там высоких предложений, вот это вот безвозмездное донорство. Мне кажется, что сегодня, опять же, может быть, я заблуждаюсь, мне кажется, что сегодня уже люди действительно приходят, а вас послушав, тем более, что вот кому-то она спасет жизнь, кому-то продлит, кому-то поможет. Вот это вот безвозмездное, много людей приходит? Да, у нас уже процентов около 25 на сегодняшний день безвозмездных кроводач. Люди более как бы, ну, с пониманием относятся к данной проблеме, тем более, что у нас в республике активно развивается пропаганда безвозмездного донорства. И, ну, к 2020 году, да, есть такое, что хотят перейти на безвозмездное донорство. Люди сами приходят и хотят стать. Люди сами приходят. Очень в этом году большую активность проявили медицинские работники всех учреждений. Да, здесь, мне кажется, это даже правильно. Вот, мне кажется, это очень правильно. Ну, поэтому они и проявили, да, акции у нас были и среди медицинских сестер, и среди врачебного состава, и среди младшего медицинского, значит, состава по весне, и дню донора к нашему тоже все принимали участие, то есть большое количество. Вот также сотрудники органов, да, у нас институт МВД наш. Ну, парни, ребята, бравые, правда. Да, активно принимают участие. Военная часть, да, сотрудники МЧС, департамента охраны. Вот теперь, знаете, очень хочу к такому вопросу, чтобы не было страха, чтобы не было боязни, просто чтобы вы рассказали о процедуре самой, да, сдачи крови. Как это происходит? Это происходит почему-то утром, да, расскажем, почему утром. Это происходит ни в выходные дни, ни в будние дни. Ну, вообще, как человек себя чувствует? Очень многие боятся, что вот, а вдруг я упаду в обморок. Хотя, мне кажется... Ну, почему утром? Потому что, да, забор крови происходит в утренние часы, потому что утром считается, что организм легче перенесет кроводачу. Да, сама процедура кроводачи занимает до 10 минут. Укол в вену практически безболезнен. То есть укол в палец достаточно более болезненный, чем укол именно в вену. Поэтому... Мы продолжим обязательно, Виктория Михайловна, вот с этого же самого момента, но сейчас еще несколько полезных рекомендаций смотрим. Накануне и в день сдачи крови не рекомендуется есть жирную, жареную, острую, копченую пищу, молочные продукты, яйца и масло, шоколад и финики. Натощак сдавать кровь не нужно. Лучше пить сладкий чай, соки, морсы, компоты, минеральную воду и есть хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты, кроме бананов. За 72 часа нельзя принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. Утром нужно легко позавтракать, а непосредственно перед процедурой донору положен сладкий чай. Врачи установили, что лучше всего на кровопотерю организм реагирует в утренние часы. И чем раньше происходит донация, тем легче переносится эта процедура. После 12-ти сдавать кровь рекомендуется только постоянным донорам. Не планируйте сдачу крови непосредственно перед экзаменами, соревнованиями на время особенно интенсивного периода работы. Что касается самочувствия во время кроводачи, то у некоторых людей может быть легкое головокружение. Недомогание вызвано снижением уровня гемоглобина, что вызывает понижение давления. Однако обычно организм здорового человека с этим легко справляется. Будьте здоровы! Виктория Михайловна, еще немножечко есть времени. Я просто хочу задать вопрос, в какой дозе берется кровь, чтобы, опять же, почему-то, ну мне так кажется, мужчины более трусливые, чем женщины. Ой-ой-ой, простите меня, мужчины, пожалуйста. Но почему-то они именно спрашивают, в какой дозе не станет ли мне плохо, какие ощущения. То есть женщины, наверное, волнуют немножко другие вопросы. Так вот, в какой дозе и не станет ли плохо человеку донору? Доза стандартной кроводачи – это 450 мл плюс-минус 50 без учета консерванта. Доза рассчитана такая, что плохо от нее никак не станет. Вот, ощущений таких не будет, но на всякий случай в медицинском же учреждении находится человек. То есть не должно быть страха. Ну, бывают, обмороки, да, случаются, да. Но это не от того, что, как бы, такую дозу он сдал, а от того, что перебоялся. Перебоялся, да. Перебоялся, да. Перебоялся, да. Вот, да, существует донорство крови и донорство плазмы. Доноры крови сдают цельную кровь, а доноры плазмы сдают непосредственно жидкую часть, это плазму, и им возвращают вот все клеточки, форменные элементы эти, ну, в частности, красного цвета, да, эритроциты, им возвращают назад. То есть при заборе плазмы средняя доза такая – 600 мл плазмы за один раз. Как можно сдавать кровь, да? Значит, кровь сдаётся один раз в 60 дней после… Так, раз в 3 месяца, да? В 2, получается. А, в 2, в 2, да. Значит, после 5 донаций крови делается перерыв в 3 месяца, в 90 дней. Это для постоянных, да, вот кто хочет стать донором? Ну, да, это кто планирует регулярно сдавать кровь, да. Доноры плазмы у нас сдают раз в 14 дней, то есть каждые 2 недели. Через 5 донаций плазмы, значит, даётся перерыв в месяц. А, ну, то же самое, да, через 5, как кровь, так и плазму. Через 5 донаций даётся отдых на передышку, да, на восстановление. Да, на восстановление больше. На восстановление. А сколько сама процедура по времени длится? Вот такой вот прикладной вопрос. Забор крови непосредственно буквально до 10 минут. Сама процедура забора. Это очень быстро, да. Время занимает, ну, немножко анализы предварительные, да, потом осмотр терапевта, потом донор при допуске врача проходит в буфет, получает донорский завтрак. Это чай, да, чай? Нет, это не чай, это два пакетика сока на сегодняшний день. Это зефир, гематоген. Ой, прекрасно. Печенье. Но, несмотря на то, что процедура 10 минут, это действительно занимает не 10 минут, потому что и анализы, и проверка. И, в общем-то, я так думаю, что, ну, я знаю, что выходной день положен, да, донору, когда он будет. Да, да. В день дачи крови донор освобождается от работы с сохранением за ним среднедневного заработка. А также ему предоставляется еще один дополнительный день отдыха, который он может взять по согласованию с нанимателем. Даже к отпуску. Даже к отпуску, да, или в любой другой день. Ну, а почетные доноры? Все-таки есть постоянные доноры, почетные доноры. Они как-то у них немножечко по-другому? Или тоже вот эти же два дня? Вот все то же самое? Нет, при сдаче здесь не имеет значения почетный донор или просто он новенький, первый раз сдает. Вот. Это гарантии предоставляются всем одинаковые. Понятно. Просто почетный донор, он уже, ну, как сказать, он готов, он всегда, он знает вот эти тонкости, да, которые нужны. Ну, почетный донор, сейчас он называется гоноровый донор Республики Беларусь, да. Это нужно сдать определенное количество раз. Это 40 раз нужно сдать кровь. О, да. Или 80 раз сдать плазму. Это если на возмездной основе. Если на безвозмездной, то, значит, соотношение один к двум. Это 20 раз безвозмездно кровь и 40 раз безвозмездно плазму. Виктория Михайловна, очень внимательно я вас слушала, потому что очень много новой информации. Я уверена, наши телезрители очень внимательно вас слушали, потому что где-то вот, скажем так, в центре нашей программы была такая информация по поводу, кому нужно. Вот это адресная, да, адресная передача крови. Это очень важно. И вообще очень много сегодня таких тонкостей, очень нужных для, ну, скажем так, душевной организации человека. Спасибо вам огромное. И еще один важный момент. Возьмите, пожалуйста, на заметку. Донорство крови. Возьмите, пожалуйста, только через 60 дней. Сегодня не существует лекарственных средств, способных заменить донорскую кровь. Будьте здоровы! Виктория Михайловна, огромное вам спасибо, что вы приняли участие в программе «То, что доктор прописал» и поделились такой очень важной информацией. Спасибо. Я приглашаю всех к донорству. Приходите, неравнодушные кто люди, приходите к нам, пожалуйста. Берегите себя, берегите своих любимых, не болейте. До встречи в программе «То, что доктор прописал». Продолжение следует...